трофей рыбалка генеральный партнер программы компания движение нефтепродукт добрый вечер надеюсь что вечер вы проводите в тепле и уюте возможно за потреблением остатков того что там могло быть на новогоднем столе но это так шучу ну и надеюсь что у вас велико по-прежнему желание узнавать что-то новое о таком увлекательном занятии как рыбная ловля зимняя рыбная ловля в данном случае и ближайший час мы проведем вместе с вами надеюсь в нашей теплой компании василий мамунов эксперт компании арсенал на комсомольской 8 профессиональный рыболов сегодня вместе с нами добрый вечер друзья меня зовут владимир сметанин сразу же хочу поинтересоваться перед тем как обозначить сегодняшнюю нашу тему и перейти к ней как прошли с точки зрения рыбалки новогодние каникулы василий сейчас василий начал рассказывать там прям экшен вот прям ну да рыбалка на самом деле пощикать пощикать новогодние каникулы мы ждем всегда с нетерпением потому что это много выходных в которые стоит посвятить своему любимому делу и мы съездили на рыбалку и семья знает да что все равно ведь поедет все равно надо все равно ведь да ничего уже не поможет рыбалка с точки зрения именно рыбалки да там трофеев каких-то или еще что-то прошла в принципе неплохо мы съездили опять же в любимей шинами водоем там камское устье мы половили рыбы все было здорово но там есть определенные такие нюансы для тех кто собирается туда давай сейчас ехать вот в данный период вот непосредственно вчера там буквально только вернулся вечером с рыбалки друзья имейте ввиду что если вы едете там со своей техникой со снегоходом ну вот с бастом развозки егеря уже знают поэтому сейчас практически никто и не ездит не выезжает буквально не так там давно там в начале вот новогодних праздников там второго третьего четвертого там по-моему пятого очень сильные снегопады прошли соответственно снега на льду очень очень много это повлияло на то что появились трещины и очень очень много воды наледи на льду под грузом снега просто лопнул вот очень огромное количество наледи соответственно снегоходы едут очень очень плохо они тонуты в этой наледи вытащить его практически нереально там без помощи чей-либо или еще что-то ну вот такая осторожность нами такая вот неприятность случилось хорошо что мы там из нее выбрались до выехали благодаря там помощи других рыболовов которые тоже были на снегоходах но тем не менее вот прям пока бы не поехал вот мне бы сейчас вот если обрисовали бы ситуацию до сказали там вот так так там реально налить по колено все это еще подкрепляется достаточно сильным морозом в первый день когда вышли на лед было минус 24 плюс ветерок не очень комфортно рыбачить но тем не менее рыбка поклевывает рыбу можно половить сразу хочу предупредить что все мы ловим в рамках закона да и в камском устье сейчас это действует очень здорово ездит мчс ездит по льду рыбоохрана на берегу могут там проверить ваш улов и все 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 так что будьте бдительны соблюдайте размеры выловленной рыбы соблюдайте максимальное количество рыбы которые вы можете поймать в день да то есть ну на это обращайте внимание такая штука или я поясню сейчас несколько моментов на то о чем ты сейчас сказал я сейчас ориентируюсь на тех кто слушает нас впервые правила рыбной ловли этому была посвящена вот как раз таки крайняя программа трофея рыбалка в минувшем 2018 году весь архив программ размещен на нашем сайте их кирова и на нашем youtube канале смело заходите видео версия аудио версия очень подробно с главным рыб инспектором нашего региона мы поговорили об этом камское устье если вы опять-таки впервые нас слушайте то рыбалки там мы тоже посвящали отдельно программу осенью до прошлого года тоже пожалуйста заглядывайте в архив в архив и все вы там найдете ну а если говорить о географическом местоположении камского устья если вы не в курсе то это вот вы по пути на вятские поляны по казанскому тракту можно проехать там можно проехать через советск через советск пожалуйста и иранск советск ешкарала в объезд казани и все и мы попадаем где лучше камской ости мы ездим через советск через салют лучше и дорога лучше и по километражу получается даже чуть поближе по моему ну естественно на всем протяжении заправки движения присутствует смело можете заправляться покупать необходимые аксессуары для автомобиля напоминаю что генеральный партнер программы трофея рыбалка как раз таки компания движения нефтепродукт и мы напоминаю разыгрываем в конце каждого месяца 30 литров бензина марки ультра 92 в конце января соответственно будет очередной розыгрыш что касается сегодняшней программы и нашего фотоконкурса для рыболовов именно зимнего фотоконкурса то он продолжается ищите подробности в группе нашей радиостанции вконтакте сегодня мы так ну в честь того что мы так раскачиваемся немножко отходим от новогодних праздников мы сегодня не будем разыгрывать подарок вот именно среди тех кто выкладывает свои фотографии но мы сегодня обязательно разыграем вопрос это мы зададим да подарочный сертификат от магазина арсенал на комсомольской 8 василий его с собой принес и василий приберег вопрос для вас уважаемые слушатели мы работаем в прямом эфире вот как только вы вопрос услышите мы его так неожиданно озвучим как только вы его услышите набирайте смс-ку номер сразу можете запомнить 8 909 720 101 и 0 и соответственно высылайте правильный ответ правильно первым ответившему достанется у нас подарочный сертификат конечно вот так ну а теперь тема сегодняшняя опять же в одной из предыдущих передач мы говорили о ров о ловле хищника это мы честно скажу в большинстве в большинстве передач говорили о ловле хищника потому что подразумеваем рыбу платоядную да в основном потому что замевали первый лед вот который у нас был да он как раз наверное самое такое благоприятное время для ловли именно хищной рыбы потому что она себя чувствует еще очень активно и хорошо она там долгой зиме которая нас ждет впереди она готовится она активно кушает и поэтому вот перволёдок такое время для ловли хищной рыбы ну а сегодня до сейчас мы поговорим о ловле мирной рыбы то есть белой рыбы как ее еще называют да если бы она на суше мы травоядно ее называли ну возможно аналог такой вот так называемая бель это соответственно лещ подлещик сапак густера синец чихонь там ее можно перечислять несметное количество их очень очень много видов сегодня мы коснемся ну вот я для себя выделяю на самом деле есть два типа ловли рыбы да то есть ловля бели там на водоемах без течения в озерах будем о чем говорить либо ловля на реке вот я наверное коснусь сегодня ловли именно на реке потому что она скажем так более популярна это раз во вторых она более трофейная потому что там реально там лещ вот он в озерах у нас не живет живет на реке и такой трофей который можно поймать там для рыболова наверное который занимается именно ловли белой рыбы лечь там один из самых желанных трофеев ну вот и она там скажем так более динамично более интересно но с точки зрения именно вот самого процесса она там немножко интереснее потому что рыбы всегда в движении там находится ну такие вот нюансы есть движение не тюжение да и вы тоже и у рыбы тоже ну и к тому же это максимально близко наверное нашим слушателям потому что вятка у нас поблизости да переезжая переправы через вятку мы видим всегда приличное количество рыбаков сидящих на льду вот несколько дней назад путешествуя на юг нашей области переезжая вятку я как раз таки видел достаточно приличное ну здесь на самом деле здесь здесь на самом деле не только вятка это могут быть и малые реки какие-то еще что то потому что там точно также рыба присутствует и там можно и нужно ловить и это все очень интересно ну что ж значит начнем ловля на реке соответственно река это течение да у нас первое что чего вот хотелось бы мне коснуться я для себя и в принципе наверное это правильно вот выделяю два вида ловли именно белой рыбы на реке есть так называемый активный вид ловли есть сразу из ним или потом ну вот потом да и скажем так ну можно его назвать пассивный вид ловли но он такой скажем так ну пассивно активно ну скорее всего пассивный то есть что подразумевает активная рыбалка то есть рыболов постоянно находится в движении точно так же как там с блесной балансиром при ловле хищника он делает достаточно большое количество лунок он ищет именно скопление этой белой рыбы да достаточно активные рыбы соответственно снимает активно передвигается в общем как правило как правило на лунке ловит там 3 4 там 5 рыбин да если повезет ну то есть активную рыбу которая есть сейчас зоне ловли и дальше начинает снова движение там поиск и все такое там и снасти немножко будут отличаться ну вот об этом мы чуть дальше скажем вот а пассивная рыбалка для меня это когда рыболов он пытается к своей лунке эту рыбу собрать приманить прикормить удержать и поймать ну соответственно лунок мы будем не так много да там перемещение у нас минимальный но здесь во главу угла встает выбор места то есть вот где накормить то есть можно посверлить лунку посредине вятки да там пытаться бешено там накормить рыбу но в итоге скорее всего ничего у нас не получится да возможно мы что-то поймаем но уловы будут не так велики нежели у того рыболова который грамотно подойдет к выбору места да там произойдет за корм этой лунки да и будет там в течение дня ловить рыбу не переставая фактически а вот сейчас даже глупо задавать вопрос да какая тактика выгоднее и результативнее потому что наверное они имеют право на существование имеют право на жизнь и каждый нужен подход каждый каждый для себя выбирает что ему больше по душе то есть больше двигаться да либо там сидеть на месте здесь есть свои особенности особенности в выборе снасти для рыбалки да вот для ловли что мы предпочитаем ну начнем наверное с активной ловли здесь все стандартно ничего нового не придумали мы ловим на мормышку то есть если это белая рыба то мы ловим на мормышку и из либо на скажем так приманки для без насадочной ловли и вот второй аспект вот без насадочная ловли она вот на сегодняшний день опять же популя более популярной становится набирает там какие-то бешеные обороты это ловля на так называемые чертики балда там да вот вот такие вот разновидности она интересна чем тем что ну понятно что взять мормышку насадить там мотыля до отпустить все равно рыба клюнет так или иначе и даже без участия рыболова должна по крайней мере вот а при ловле на без насадку мы должны вот эту приманку подать так чтобы рыба воспринимал ее как кормовой объект и кушала соответственно вот здесь уже вступает в силу скажем так мастерство рыболова как он это сможет сделать насколько грамотно и правильно он подобрал снасть насколько грамотно он выбрал место и в зависимости от этого уже будет улов там либо две рыбки за день либо там не знаю там 5 килограмм либо ничего вот соответственно рыболовы которые предпочитают активную ловлю как правило выбирают для рыбалки если рассматривать реку ну с точки зрения там выбора места где где ловить это как правило какие-то укрытия в которых рыбе удобно стоять соответственно это коряги это береговые свалы это в основном прибрежные это прибрежная ловля да совершенно верно то есть это это коряжники это скажем так заливчики маленькие маленькие заливчики именно в береговой зоне где есть рядом течение и струя потому что например там тот же лещ сапогу стирает рыбы которые любят течение которые на нем стоят почему они там ну скажем так на течение находятся течение очень много несет корма потому что им что-то там съедобный корм постоянно несет вот но им удобнее стоять в каких-то за как за какими либо укрытиями до либо в каких-то затяжках и как правило очень перспективные места если например рядом там у нас есть там глубина там три четыре там пять метров достаточно сильная струя до тяга такая рядом затешок в котором глубина метра три вот в таких местах очень любит держаться белая рыба да она там постоянно стоит потому что ей удобно струя несет корм она стоит за тишочки как только что там начинает мелькать вот она выходит скушала и вернулась обратно то есть очень хищник тебя там меньше да совершенно верно ей очень комфортно поэтому вот как раз вот коряжники вот такие да там какие-то вот эти вот береговые свалы затопленные ветки там и все оставшееся это перспективно для ловли белой рыбы точно так же для ловли там и хищный потому что она приходит туда за белой ну здесь такая цепочка вот то что касается снасти если рассматривать например ну вот конкретно там вятку да то там используется достаточно тяжелые мормышки связано все с тем что течение все-таки сильно но здесь уже если мы там ловим на какой-то малой реке или еще что-то точно также мы подбираем там мормышку которую не будет сильно сносить течение вот здесь есть один аспект и такой нюанс мы подбираем вес мормышки таким образом чтобы у нас ее течением уносила под лунку но не более метра потому что если будет уносить ее дальше и будет постоянно поднимать это дна и она уже будет же маха льду снизу то есть она будет выходить из зоны атаки рыбы она будет ей неинтересно поэтому всегда рыболовы имеют такие обширные коробки в которых у них там огромное количество мормышек которые уже подбираются по скажем так весу в зависимости от силы течения конкретно по граммам ну если рассматривать вот вятку для меня по крайней мере вот в моем там арсенале какие есть мормышки они начинаются там от 4 до там 12 грамм вот так вот 4-12 граммов такой разбег должен в арсенале ну то есть они у меня там примерно через грамм там и идут то есть 4 5 6 и так далее там до 12 соответственно мормышки я использую только вольфрамовые связано все с тем что свинцовая мормышка 12 грамм она имеет уже очень такое большое объемное тело крючочек мы используем небольшой и вот само это все у нас такое ну не суразится какая-то да там огромная такая блямбочка да на которой маленький маленький крючок к сожалению такая мормышка уже и игры правильной не будет иметь вот и скажем так для рыбы будет менее интересно по форме мормышек их на самом деле там какое-то огромное количество есть я для себя там методом проба обшибок опять же предпочитаю два это либо обычный шарик ну вот классика вот классика жанра обычный шарик потому что ну шар во первых он это именно вот наверное мормышки грамм от 6 7 вот так вот и вверх потому что там шарик он более компактный до при сохранении там веса вот более легкие мормышки наоборот так называемая форма уралочка такая есть но тоже это классика то есть это такая капелька да но немножко изогнутая капля понял да толще внизу тоньше крючку вот такая вот капелька и как раз вот мормышки там 4 5 6 грамм у меня в форме уралки по цветовым решением для себя по крайней мере я решил что мне нужно два цвета это либо черный цвет ну вот опять же классический цвет это мы сейчас говорим о мормышках на которые мы насаживаем приманку ну то есть насадочные приманки мой мормышки вот соответственно черный цвет и вторые мормышки какие у меня есть это вариации кислотных цветов то есть это ярко желтые ярко зеленые вот такие да да вот такого цвета они там могут варьироваться с кем там полосочками быть там или еще что-то не критично вот почему опять же две формы потому что вот реально наблюдал такую штуку что один день там хорошо например клюет на черную мормышку на следующий день приходишь не клюет ставишь кислоту и у тебя начинаются поклевки связано все с тем что опять же в первый день рыба реально кушала ну то есть она воспринимала мормышку как нормальный кормовой объект а во второй день она ее воспринимает как раздражитель то есть она есть не хочет но вот что-то яркое мелькающие перед глазами она реально раздражается она ее атакует кушает и без проблем ну вот методом проба ошибок два цвета там копии сломано на самом деле очень много кто-то там говорит вот мне там нужна мормышечка там с золотой короночкой там или еще что-то возможно это так а как же еще раз к слову классику упомяну либо золотистые либо серебристые какая-то вот при ловле на водоемах без течения где у рыбы есть время рассмотреть эту приманку там я использую бывает там и золотые и серебристые там или еще забежал вперед и еще там какие-то мормышки при ловле на течение у рыбы минимум времени на обдумывание она либо съела либо не съела потому что либо приманка мимо нее пролетела все если она хочет она ее такое если нет все либо и там соседняя рыбка атакует да либо вот она и все у них там на течение у рыбы всегда больше пищевая конкуренция чем на водоемах без течения и на водоемах без течения ловить ту же белую рыбу она более привередливая у нее есть время рассмотреть у нее есть время там понять хочет она скушать не хочет скушать и этом более трудно прикормить там надо правильно подобрать прикормку вплоть до цвета грунта бывает так что на и листом дне начинаешь кормить светлой перекормкой все поклевок нет рыбы нет она не клюнет она вокруг ходит смотришь в камеру вот она вокруг этого прикормочного пятна ходит а ты думаешь что прикормка очень вкусная да да вы не ослышали смотришь в камеру василий сказал этому мы тоже мы тоже об этом говорили одну из предыдущих передач вот так мы не будем забегать вперед на да соответственно вот это это своя отдельная тема это своя философия там ко всему там и к цвету мормышки в том числе нужно подходить уже немножко по-другому на течение все обстоит немножко вот в другом ракурсе у рыбы там реально мало времени на обдумывание да она там кушает и все хорошо поэтому опять же не панацея но тем не менее для себя там да вот два цвета которые выделяю которые есть всегда в рабочей коробке не ну никто не запрещает экспериментировать там что-то про рыбалка это всегда эксперимента это просто совет от опытного рыболова вот это рыбалка это всегда эксперимент поэтому возможно у кого-то хорошо клюет там на синий цвет не знаю я не пробовал нет вру пробовал но без дивидендов не получил каких-то от этого без насадные вот дальше да по без насадочной ловли соответственно самый популярный ловлей является ловля на чертика как не почитаешь паблики рыболовное на что ловил черт 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 вот там есть опять же различные вариации на водохранилища где большие достаточно глубины ловят на так называемую гирлянду то есть это не один чертик а там три чертика например на правильно там собраны на леске да там подвешенные все вот это связано с тем что достаточно большие глубины и использовать там один чертик такого веса там ого-го и на него рыба клевать не будет василий предлагаю вкратце пояснить может быть кто-то впервые вообще слышится чертик чертик вот да поясни я не знаю почему назвали чертиком я тоже не знаю вот в классическом понимании там начертаться может и не похож то есть эта приманка как правило имеет каплевидную форму может быть столбик какие-то такие вариации у которой три крючка то есть тройник в классическом варианте он впаян в тело крючка сейчас очень много появляется вариаций где тройничок на подвесе ну то есть вот он подвешен плюсы минусы есть и у того и у того вот сейчас чуть дальше подробнее об этом расскажу соответственно приманка абсолютно не требующие какой-либо подсадки живых там насадок да там не мотыляне опарыш ничего не насаживаем потому что реально мы проверяли подсаживаешь на чертик он даже с как-то по-другому играть лишний вот этот объем лишний нету поклевок вот единственное что очень часто бывает на крючках чертиков это различный бисер разных цветов там желтый красный белый зеленый там кому чем вздумается вот вешают вот с этим стоит экспериментировать для нашей местности мы опять же определили что нужны там ну для себя три цвета это красный желтый и белый красный желтый белый вот причем причем рассматривали не знаю с чем читать там можно их можно сочетать но как правило на своих приманках у меня либо красные либо черные либо белой желтой либо белая бусина все вот по цветам чертиков то же самое там классический вариант это черный цвет большинстве своем на рабочие бывают вариации там каких-то коричневых синих зеленых разноцветных всяконьких всяконьких для себя опять же у меня два цвета это кислотные чертики да и чертики черные причем на черные ловлю чаще и получается лучше но опять же почему загадка не знаю верно в рыбе в голову к сожалению мы залезть не можем вот чертик он имитирует именно как раз насекомое которое поднимается от дна проводка там все очень просто опять же чертик мы должны на течение подобрать таким образом чтобы его практически не стягивала потому что если вы будете чтобы он вертикально был если вы будет уносить течением то мы не сможем задать ему правильную игру потому что у нас его будет поднимать это дна он должен работать черт четко в вертикальной составляющей очень плохо когда его тянет течением поэтому ловли на чертики на реке это все-таки как раз вот такая прибрежная ловля в более тихих местах именно затяжки мы ищем вот рыбалка там может быть очень результативной очень очень интересной здесь самое главное правильно подобрать снасть вот объяснить радиослушателям это наверное достаточно трудно тем не менее постараюсь самое главное при ловле на чертик это без разницы там какая форма удочки там будет да это все индивидуально кому-то там балалайка в руку кому-то там с ручкой удочка ложится это уже все там длина удочки тоже может варьироваться там кто-то любит совсем короткие там кто-то ловит там 30 40 сантиметров удочки самое главное при ловле на чертика это кивок кивок так он должен быть достаточно длинным в моем опять же для себя на в моем понимании мне нужен кивок там порядка 20 сантиметров вот такой как правило опять же для себя это двухконусный кивок который у нас имеет конус вот так икону источенный еще на конус сверху да вот и мы кивки себе делаем сами из скажем так покупных кивков да то есть покупаем одноконусный кивок стачиваем его уже затем наждачной бумагой я использую металлические кивки кто-то пользуется лавсаном но в таком вот длинном варианте лавсан очень трудно найти такой кивок я вот по крайней мере не встречал который был полностью там удовлетворил моим там требованиям вот и дальше особенность в чем под весом под весом чертика и дома когда будете собирать такую снасть не поленитесь там наберите в ванну воды там не знаю в бутылку куда-нибудь или еще что-то его в реальных условиях обязательно отпустите чертика в воду потому что в воде он весит меньше чем на воздухе когда домом вроде бы в воздухе правильного так вот на настроили все здорово приходим на водоем а изгиб уже кивка другой то есть кивок он выгибается таким образом чтобы он получалось ну вот кончик у него смотрел вверх когда мы вешаем на него чертик он должен быть прямой чем чуть может быть загибом вниз это он должен игра должна имитировать как раз поднимающегося насекомого изглубь то есть нам не нам не нужно чтобы чертик вот очень резко дергался или еще что то то есть нам самое главное там такая игра вот проводка и очень часто называют пиление то есть мы удочки делаем не так а вот вот как как будто бы мы пилим вот пилку если взять в руку да вот мы что-то пилим вперед мы держим удочки и делаем вот такие вот движения соответственно прямой нагруженный кивок он не срывает мормышку ну не срывает нашего чертик с места он начинает плавно его поднимать вот такими скачками то есть это максимально имитирует так как насекомые ну посмотреть там кто у нас там не знаю там тот же мотыль какие-то вот эти вот веснянки там и все оставшиеся там все вот они именно от 1 они поднимаются такими скачками вот и все вот мы берем чертик рыбе этого достаточно рыбе этого достаточно более того скажу что иногда бывает очень эффективная проводка когда вот мы отпускаем чертика на дно вот прям по дну 3 4 там 5 раз стукнули то есть подняли какое-то облачко мути и потом просто без каких-либо движений мы начинаем поднимать и поднять следует нет вот мы просто поднимаем вот медленно 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 вверх там 20-30 сантиметров делаем паузу ждем после этого снова резко сбрасываем снова мутим и снова поднимаем иногда этого достаточно там вариаций проводок уже очень много здесь нужно подбирать иногда рыба наоборот очень хорошо клюет особенно весной особенно весной очень хорошо клюет наоборот на отпускание чертик вот потом например на отпускание чертика очень хорошо клюет рыба в каких-то вот на реке заливчиках где есть трава по перволетку потому что трава начинает оседать да и вот соответственно все жучки которые были на траве они начинают падать на дно и вот мы имитируем отпускающегося живой вот этот организм который отпускается на дно не поднимается с подводного мира все-таки картины вот соответственно ловля вот на эти активные скажем так приманки она очень-очень интересно и ну показываю что реклама сейчас у нас очень очень результативно василий мамонов эксперт компании арсенал на комсомольской 8 профессиональный рыболов это программа трофеи рыбалка напоминаю мы говорим сегодня о зимней ловли ловли не хищной рыбы пока еще говорим на проточных водоемах там у нас сегодня они их и будем о них и будем про озера пруды мы сделаем отдельную там есть своя на полторы минуты мы уходим на рекламу после чего продолжим программа продолжается целый час с 8 до 9 вечера затем на сайтах кирова точка роли на нашем youtube канале появляется видео версия так что вам гарантирую завтра вы сможете видеть василия мамонова эксперт компания арсенал он очень тут активно руками показывает что нужно делать в том числе с чертиком ну да можно увидеть и так продолжаем проловлю не хищной рыбы и сейчас видимо перейдем уже к пассивной так называемой но мы сейчас закон закончим скажем так логически уже вот всю нашу вот эту активную ловлю да самое главное вот как я уже сказал да при такой рыбалки это грамотно подобрать место при кормка прикормка на самом деле как правило по моему опыту тому опыту товарищей она здесь малоэффективно большой роли не играет она не то чтобы большой роли не играет она малоэффективно связано все с тем что на прикормку но это вот я хотел сказать дальше но скажу сейчас на прикормку сначала всегда приходит мелкая рыба нам не интересно ловить мелкую рыбу соответственно кормить части каких-нибудь больших ну да то есть прикармливать смысла нет это во первых во вторых на течение это сделать достаточно сложно а течение так или иначе у нас присутствует при ловле даже там в каких-то затешочках да но там все равно но есть соответственно прикормка она сильной роль не играет здесь принцип волка ноги кормят то есть чем больше лунок мы сделаем чем правильнее мы определим место где стоит рыба да то тем тем больше мы поймаем вот причем при ловле как раз вот в этих вот таких вот затешочках коряжничках и всем оставшимся очень полезно пользоваться рыбопоисковой техникой то есть там точно также можно использовать и эхолот если мы рассматриваем вятку то там не запредельные глубины и течение не очень сильно от в этих затешках можно вполне себе пользоваться камерой подводной до для определения там стоянки рыбы и самое главное вот здесь например там используя камеру вот мы с товарищами ловим мы не не то чтобы там рыбу ищем а мы смотрим куда двигается стая ну потому что реально там она может в берег двинуться она может там наоборот на течение там уйти то есть нам после того как мы пробурили лунку там поймали первые там три-четыре рыбки поклевки прекращаются то есть мы начинаем смотреть и куда рыба то сдвинулась то есть в каком нам направлении бежать следующие лунки бурить потому что здесь все равно там мы можем ее там испугать не знаю там сход у нас какой-то будет или еще что-то ну соответственно бывают ситуации да да мы мы уже смотрим вот поэтому бурить 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 искать подбирать приманку но прикормка не нужно а вот второй тип ловли как раз когда мы мало перемещаемся и мы хотим под своей лункой собрать эту рыбу а то он уже требует вот этой обдуманной грамотной прикормки хорошо качественно настроенной снасти ну и определенного терпения потому что рыболов то думает что вот здесь рыбы много у рыбы на это может быть абсолютно своем противоположные вот здесь тоже самое мы выбираем в первую очередь место для ловли и определяемся но с тем видом рыбы которую мы хотим ловить очень часто например есть такой даже их называют ну не знаю там разновидность рыболовов наверное да сопятники есть такой название есть если такое понятие вот у нас на ветке сопятники или он сопит вот нет рыболовы которые ловят сопу то есть есть у нас такая рыба да который достаточно много в реке реально она вырастает не сильно больших размеров но тем не менее достаточно сильная рыба и доставляет такое удовольствие при вываживании такие экземпляры в 300 в 400 грамм они так уже сопротивляются судя по моему опыту никогда большой сапы не видел как-то не попадалось но у нас же есть разновидности вот есть сапа да там есть белоглазка примеру да есть синец ну синцам трудно с сапой перепутать но тем не менее да очень часто там ее путают с какими-то подлещиками там или еще что то ну то есть ну реально вот когда небольшой размер там 200 300 грамм там но есть возможность перепутать но тем не менее отличие у нее тоже там ты строение рта такое да и глаза у нее такие огромные и форма форма то тело у них одинаково широкотелые очень такие рыбины большие вот лепешечки такие их еще называют а вот соответственно рыболовы которые ловят сопу они могут выбирать место ловли очень часто например она клюет на песчаных пляжах то есть стая встает на песке но там должны быть особенность то есть вот на этих песчаных пляжах должна быть глубина ну хотя бы там два-три метра и обязательно наличие барханов перекатиков вот так вот этих вот барханов за этими барханами стоит вот вот как раз сапа она очень любит стоять на песке но это как правило либо самый вот такой последний уже лед либо вот перволедок зимой она все-таки предпочитает более глубокие места с чуть более медленным течением потому что на песках как правило течение всегда достаточно сильное вот и опять же на песках вот ее там прикармливать можно но очень сложно но об этом чуть дальше вот потом есть разновидность рыболов которые ходят за белой рыбой ловят ее ночью это как правило лещатники потому что вот я бы их назвал полуношники вот крупный лещ он реально хорошо клюет ночью и вот есть такая скажем так группа рыболов которые предпочитают ночную рыбалку дневной да и наверное самые распространенные это которые ловят вот днем там пытаются поймать того же леща здесь опять же мы выбираем место для ловли хорошего крупного леща это обязательно чтобы было ну скажем так если не максимальная глубина в водоеме но близкая к этой понятно что там на 8 там на 9 метрах можно ловить но очень много конечно скажем так вот опять же методом пробы ошибок там на своих рыбалках мы вот определили что очень комфортная глубина для ловли это там в пределах пяти шести метров то есть если есть вот такие вот места там все очень здорово обязательно чтобы рядом находились опять же какие-то там коряжки да то есть укрытие в которых он может там стоять вот ну и самое главное наверное это рельеф дна и состав дна так тут в чем именно состав грунта потому что например лещ на глине стоять не будет связано все с тем что лещ это рыба пылесос которая вот пылесосит дно то есть вот через через себя через себя пропускает всасывает и все соответственно пылесосить глину у него получится очень плохо например там на каком-то сильно песчаном дне там тоже корма мало и ему это не интересно соответственно но должно быть таким скажем так ил должен обязательно там какой-то присутствует соответственно это ямы да и именно средина ямы то есть не вход из ям в яму и выход где уже течение достаточно тут еще сильная тут уже сильные а вот именно средина ямы где течение более слабое соответственно здесь максимально скапливается весь корм который заносит сюда течением здесь дно будет максимально мягким вот вот такие места стоит выбирать проверить очень просто нам не нужна никакая там дорогостоящая техника или еще что то вот мы проверяем обычным грубо говоря у меня там вот на веревке шар там по 100 граммов и так вы берете пробы грунта вы берете бун туда стукнуло значит но твердое провалилась значит мягкая дальше уже начинаем смотреть что там песок там или ил то есть сделать это все тоже очень очень просто у меня вот этот вот груз который есть да он пилкой у меня распилен вот так вот на много 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 таких надрезов на сделан и соответственно куту когда туда отпускаешь его силой а потом поднимаешь что уже застревает ты уже видишь что там вообще песок ил и либо глина все то есть выбрали место мягкое дно нас устроит дальше самое главное вот именно в такой рыбалке это прикормка их ну прикорма какое-то бешеное количество сейчас появилась задам вопрос который часто задаются каша рыболовы нет самому готовить и творить того что да или покупать какую-то готовую скажем так здесь есть опять же нюансы готовых прикормок сейчас огромнейшее количество вот кто-то там варит какие-то каши или еще что-то сразу скажу я не привержен там скажем так вот этих самодельных прикормок именно на основе каши связано все с тем что ну во первых рыба реально наедается и теряет интерес к нашей приманки как таковой вот во вторых какое количество каши нужно принести на водоем чтобы накормить на течение но многие тащат большой забор вот и в третьих ну скажем так для природы наверное не очень хорошо потому что очень каши если много там мы закинули рыбы не съела там где-то закиснет там еще что-то ну такие вот вариации там могут быть опять же кормить прикормками которые заводские но там нужно четко подходить во первых цвет прикормки выбрать для вятки если мы ловим именно на ямах я все-таки советую именно темные темные базовые прикормки какие-то вот второй мой совет это прикормка которая должна на зимний период иметь минимум аттрактантов в своем составе то есть она не должна там быть очень иметь там сладкий какой-то запах да там приторный запах или еще что-то потому что в холодной воде рыба менее активно там вот эти все запахи распространяются по-другому то есть в теплой воде запахи распространяются очень хорошо и например в летний период там шоколад клубника ваниль и вот все вот эти вот штуки имеют место быть например зимой там очень хорошо работает анис на вот этот вот вот они совы запах но опять же с ним нужно не переборщить вот и самое главное для меня по крайней мере на последних вот многих рыбалках это наличие в прикормке живой субстанции ну то есть кормовой мотыль там рублен рубленый опарыш он тоже отдельно вот он приобретается ли он он нет он приобретается отдельно и мы уже соответственно в состав добавляем замешиваем сами вот рецепт прикормки который используем мы так товарищи мои и и я да в одном известном фильме минуточку я записываю помедленнее записываю вот то есть мы берем панировочный сухарь обычные которые в каждом продуктовом магазине совершенно верно обычный панировочный сухарь как правило на дневную рыбалку не хватает два килограмма панировочного сухаря причем его можно сделать самому то есть там старые корочки хлебушка там да все там то есть мы берем панировочный сухарь как основу для прикормки в магазине мы покупаем любую зимнюю прикормку с названием лещ то есть это там может быть не знаю там сабанеев сенсос там ну и кто же огромное количество здесь уже выбираем самое главное когда придете в магазин например к нам там да на комсомольскую 8 в арсенал продавца попросить скажите вот мне дайте прикормку нейтральную в которой нету никаких примесей ароматизатора такие существуют но в этих прикормках производители всегда добавляют скажем так такую вот добавку которая вызывает у рыбы аппетит постоянный то есть она не наедается еще и еще хочется еще и еще то есть усилитель какой-то такой вот не знаю там аппетита да то есть это реально добавляется в прикормки вот рыба не чувствует насыщения прикормка это достаточно мелкую фракцию то есть имеет вот мы можем смешать там ну вот я беру там килограмм вот такой прикормки да там два килограмма панировочных сухарей соответственно это смешивается один к двум вот дальше мы делаем одна часть чего килограмм прикормки и два килограмма сухарей вот причем вот это мы смешали все мы ни в коем случае дома там не увлажняем водой там ничего не делаем мы отнесем в сухом виде потому что нам бывает так что ну и половинки этого хватит там для того чтобы рыбачить на день вернем обратно используем на следующую рыбу конечно конечно вот дальше что мы берем я прошу прощения время прибежит на а вопрос внезапно вопрос зададим вопросика вопрос будет очень простой так как у нас сейчас вступили в правила новые рыболовные правила до новое рыболовство вопрос будет такой каков минимальный размер судака у нас допустим к вылову и количество судаков пойманных в день мы говорили об этом мы об этом говорили программе который выходил до нового года когда мы говорили вот если вы слушали сейчас наверное ответите без труда не составит особого да но есть еще время мы продолжаем с василием 10 минут у нас еще есть да может быть успеете переслушать еще раз повторим про судака минимальный размер минимальный количество и количество в сутки на рыболову допустимые да за день на одного рыболову пожалуйста 8 909 720 101 и 0 8 909 720 101 и 0 смски уже пошли я пока не буду открывать я я я ж записываю я ж записываю так вот один даром смешать дальше 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 не увлажнять дальше нам нужно вот на это вот на все дело полкило кормового мотыля живой кормовой мотыль он продается в либо в рыболовных магазинах его можно приобрести также можно приобрести в зоомагазинах какой кормовой ну он отличается тем что он достаточно мелкий а мелкие на вот то есть на насадку другой на насадку мы используем насадочный мотыль крупные хорошие здесь именно кормовой мотыль он такой более мелкий его можно приобрести в рыболовных магазинах можно приобрести в зоомагазинах которые торгуют товарами для для аквариума да то есть там есть такая штука вот пол килограмма нам нужно будет и соответственно мы его используем весь дальше мы делаем что мы модифицируем нашу кормушку то есть кормушка это вот обычная сетка да но наш достаточно крупная всегда бывает вот и совсем совсем мелкие сетки да и чья то есть найти очень трудно практически нету вот я по крайней мере не встречал заводские какие-то варианты все очень просто мы берем обычную вот нашу кормушку там достаточно крупной сетки пускай она там будет все без проблем дальше мы берем кусок марли которую нам он будет вкладышем вот он будет он будет вкладышем в эту кормушку дальше мы делаем следующее мы приехали на водоем все вот мы ничего не увлажняем то есть мы никаких шаров туда не закидываем в лунку потому что это все бессмысленно абсолютно дальше мы делаем следующую процедуру нам в кормушку нужен будет груз на это может там с берега камень как бы мы используем там свинцовые такие блямбочки которые у нас есть грамм 250 для нашего течения то вполне хватает то есть вот этот груз затем мы туда насыпаем примерно там с килограмм наверное вот нашей смеси да вот этой которая у нас есть вот внутрь кормушки марлю положили грузик насыпали вот это все после этого мы берем кормового нашего вот этого мотыля вот прям все полкило какие есть туда засыпаем сверху ну там еще может грамм 100 там 200 вот этой штуки все это перемешали бутерброд все это перемешали а после этого делаем такую штуку то есть вот на кормушку так вот загруз и сверху берем начинаем скручивать начинаем давить до тех пор пока у нас вот этот вот мотыль через марлю не начнет сок вот этого мотыля да там вылазить все и отпускаем туда бесчеловечно по отношению к мотылю но но тем не менее до рыбе видимо нравится вот отпускаем туда что у нас получается через вот эту мелкую марлю у нас начинает вымываться вот наш кормовая кормовой состав то есть это не панировочный сухарь там да с нашей прикормкой а именно мотыль он дает запах который нужен в данный период рыбе то есть зимой рыба именно очень очень хорошо реагирует именно на животные запахи то есть к сожалению добиться как-то по-другому невозможно мы пробовали какие-то аттрактанты там мотыль еще что-то работают в разы хуже я напоминаю мы говорим про кормушку для течения да это для течения течение вот то есть вот мы ставим такую кормушку соответственно кормушку мы располагаем в заде рыболова и очень многие делают неправильно то есть например ставят ящик вот прям под ящиком будет дырку да там лунку и туда отпускают кормушку то есть мы кормушку вставим в сзади нас метра за 4 за 5 связано все с тем что течение куда мы садимся перед кормушкой по течению вот то есть кормушка взади нас мы садимся там метрах в четырех в пяти впереди связано все с тем что от кормушки пойдет вот именно вот этот вот шлейф на который начнет подходить рыба первые наши лунки вот мы будем на расстоянии там пяти метров например там как правило бурится две лунки доставим две удочки все начинаем ждать первые поклевки однозначно на прикорм начнет подходить мелкая рыба то есть первой приходит мелочь ну там относительно там с ладошку может вот такая быть или еще что то есть вот мы половили в течение там например ну часа максимум вот на прикормленных лунках ну то есть мы сделали вот первую 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 закорм дам луночки до дольше часа сидеть нет смысла то есть если в течение часа у нас либо вообще не происходит никаких поклевок либо клюет только мелкая рыба то если мы ищем крупную нам отсюда нужно будет переходить как правило мы просто начинаем двигаться ниже по течению я не буду спрашивать про причину почему может не клевать это просто времени у нас немного ну там может быть но там вариантов может быть много да но мы всегда за основу берем что мы неправильно подобрали место мы начинаем двигаться ниже по течению там смещаться куда-то да то есть выбирать уже более удобное для нас место соответственно то же самое там переставляем кормушку либо второй вариант у нас подошла мелкая рыба у нас случились поклевки мелкой рыбы как правило там если мы все правильно выбрали место у нас хороший прикорм через там 30-40 минут у нас будет ну вот и первые там 30-40 минут будет хорошо клевать мелочь затем произойдет затишье поклевки прекратятся и вот многие рыболовы здесь делают ошибку они начинают уходят уходят да то есть начинают искать там новое место или еще что-то а на самом деле все произошло как бы два пути развития там действительно либо рыба куда-то ушла по каким-то причинам но как правило в этот момент он разгоняет мелочь то есть приходит хороший крупный там лещ да или еще что-то разгоняет мелочь здесь моя опять же там практика я убираю в этот момент вторую удочку оставляю только одну потому что когда крупная рыба там ты нацелен на трофеи там лучше не призвать потому что там может и запутать и все что угодно вот оставляем одну удочку и бурим лунки ближе кормушки то есть вот у нас есть там запас 5 метров мы например сидели на пяти метрах у нас у нас здесь у нас здесь перекратились поклевки и мы начинаем двигаться в сторону кормушки и бурим лунки там например в двух метрах от кормушки одну луночку да и вот все начинаем ждать уже крупную рыбу связано все с тем что лещ так или иначе подойдет подходит максимально близко к кормушке к источнику создана мы в камеру наблюдали мы за мы в камеру в камеру смотрели как лещ реально стоит прям кормушку вот так вот губами или как у него там это называется да 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 ртом губами вот он там теребит кормушку все вот в этот момент очень полезно будет сделать такую следующую штуку мы берем там например остатки нашей вот этой вот прикормки которая у нас осталась до сухой вот мы максимально ее смачиваем лепим вот такие шары и отходим выше нашей кормушки еще метра на три бурим луночку эти шарики туда отпускаем то есть это дополнительно дает они так или иначе вот переувлажненные не упадут на дно там разобьются и не дадут новый шлейф вот этой вот чтобы удержать то есть этот шлейф у нас идет постоянно и здесь у нас много-много пыли вот такой да там падают кормовых этих частиц все и у леща реально там голову сносит он начинает клевать зовет друзей но это вот то что касается именно прикормки ну проверенный мной там уже на протяжении наверное лет там пяти вот так вот я ловлю я так понимаю это тоже наверное один из классических приемов но это скажем так не совсем классический прием это вот к этому приему мы например то что там докармливать шарами или еще что-то честно скажу нам то подсказали на волге рыболовы которые ловят леща то есть мы один раз там видели когда они там вроде бы кормушки у них там все стоят у них там происходит первая там поклевка хорошего леща они там бегут начинает сверлить это кидать эти шары то есть на мой вопрос вроде бы зачем у тебя кормушка стоит он говорит смотри как сейчас заклюет или реально на глаза реально там у него все он бац и у него там один за другим там клюет вот единственное что там же опять же нам уже в опытные такие лещатники посоветовали ни в коем случае не кормить мотылем закормишь иначе закормишь ну то есть у меня даже первый тоже был вопрос этот прикорм это хорошо а давай туда сейчас еще полкило мотыля кинем он говорит ну все кинешь клевать не приходи в следующий раз вот это скажем так ну такая вот основа там для нас у нас же на вятке очень часто видел что просто там ставят кормушечку да там и все и сидят там целый день вот ну там где-то передвигаясь если заканчивается клев но тем не менее вот в моих условиях такой вариант прикормки работает лучше увлекательная сегодня передача весьма интересный рассказ василий мамонов эксперт компании арсенал на комсомольской 8 буквально минутка остается до конца я просто хочу заглянуть василий в телефон и посмотрите какие смс к нам пришли напоминаем вопрос по новым правилам напишите пожалуйста длину размер размер и количество на одного человека в сутки давай почитаю что 5 килограммов по моему нет нет не 5 килограммов давай дальше буду смотреть это еще у нас из предыдущей программы ответ тут я еще не удалил минимальный размер и ним а рыбы длин количество штучек судака в сутки длина 40 до с длиной угадал да а штук 40 штук 40 до длина 40 штук 40 вот такая смс-ка у нас есть хорошо еще смотрю длина судака 40 и 5 килограммов нет нет да что ж такое расстраивается василия мамонова еще смотрю 5 килограммов и не более 40 сантиметров но это все об одном ну во первых не менее 40 сантиметров не менее количество штук количество что вот 40 сантиметров сантиметрами угадали да 40 сантиметрами угадали ой смс так много я не успею просто сейчас их открыть все и посмотреть но обязательно я найду если есть конечно этот правильный ответ обязательно найду и с автором этой смс ки созвонюсь уже завтра потому что на время позднее надо не хочу не хочу тревожить пусть уже в семьях уже будет спокойно время к отдыху и так далее вот такая интересная программа трофей рыбалка напоминаю что завтра появится видео версия на нашем сайте хакирова . ру на нашем youtube канале спасибо большое василий всего доброго спасибо нашему генеральному партнеру движение нефтепродукт до свидания . трофей рыбалка .